Всем привет! Меня зовут Слава. Сегодня я хотел бы рассказать, как активировать функцию распознавания лиц в приложении Google Photos. Google представили данную функцию пару лет назад, но до России она почему-то не добралась. Сегодня я хотел бы показать, как ее активировать. Для того, чтобы активировать распознавание лиц, нам понадобится приложение Google Photos и любой VPN service. Сейчас мы зайдем в Google Photos, настройки, и увидим, что сверху должна быть вкладочка распознавания лиц, но ее почему-то нет. Потому что мы живем в России. Чтобы нам активировать, заходим в любой VPN service. Google Photos закрываем. Заходим в VPN service и подключаемся к Соединенным Штатам Америки. Это очень важно. Любая другая струна, возможно, не подействует, а в США стабильно все работает. Подключаемся к Соединенным Штатам. Все, мы подключились. Сейчас покажу, как активировать аналоги на iOS. Сейчас будет немножко по-другому. Заходим в приложение и ищем Google Photos. У меня стоит Android 8.1. Других версиях может быть немножко по-другому. Но нам главное найти в настройках приложения. В чистом андроиде приложение удалить нельзя. Поэтому мы заходим в хранилище и стираем данные. На iOS нам нужно просто удалить приложение, а потом данные обускочать. Но перед тем, как первый раз его активировать, все, мы снесли данные, либо мы удалили приложение на iOS. Мы активируем VPN сервер, который у нас уже был активирован, и заходим в Google Photos. Все, мы первый раз заходим в Google Photos. И у нас активируется функция распознавания лица. Мы подтверждаем, что используем этот аккаунт. Заходим в настройки. И у нас появляется группировка похожих лиц. Приложение может распознавать как людей, так и животных. На это ему понадобится пару дней, в зависимости от того, сколько у вас фотографий в библиотеке. И после того, как вы активировали данную функцию, и пройдет пару дней, она будет работать вот так вот. Надеюсь, что я кому-то помог, может быть кто-то не знал. Хочу делиться такими всякими мелкими фишками на смартфонах, либо мало кто знает, просто не интересуется. Надеюсь, было полезно. Пока!